МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 872 дня голода и страха. 27 января день полного освобождения Минграда от фашистской блокады. 500 тысяч на социальный проект, как принять участие в конкурсе областной общественной организации СОРОВ против Спарты. Хоккейный клуб готовится к первому домашнему матчу. Далее расскажем обо всем подробно. 27 января день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась 872 дня. Для тех, кто жил в городе на Неве, это не просто цифра. Каждый из этих дней оставил тяжелый след в жизни блокадников. Ленинград терял людей с колоссальной скоростью. По разным подсчетам в городе погибли от 692 тысяч до полутора миллионов человек. И почти все из них умерли от голода. Каждый год 27 января в Сарове проходили митинги, посвященные снятию блокады. В этот раз жители осажденного Ленинграда, депутаты и общественные активисты навещали на дому. Блокаду Виктор Иванов встретил совсем маленьким. Когда фашисты замкнули кольцо вокруг Ленинграда, ему было всего два года. Из-за юного возраста осадные будни пенсионер почти не помнит. Но оно, наверное, и к лучшему. Судьба готовила для мальчика другие испытания. После ранения маму Виктора Андреевича направили в Харьков. В следующий раз он ее увидит уже будучи взрослым мужчиной. После расставания с матерью Виктора Андреевича отдали в Гачинский детский дом. Потом перевели в другой, потом в третий. Путевку во взрослую жизнь он получил в Сестрорецком ремесленном училище. Оттуда его и распределили в наш город. В Сарове Виктор Андреевич выучился на инженера и 46 лет проработал на заводе. А выйдя на пенсию, устроился в лесничество. В день снятия блокады жители Северной столицы, на долю которых выпали нечеловеческие испытания, всегда собирали на праздничный вечер. Но сейчас решили поберечь пенсионеров и поздравить каждого на дому. Блокадников-то осталось и так уже немного. И помнить, и чтить их сейчас наша общая задача. Я думаю, что это очень важно для нас. Время на пенсии Виктор Андреевич коротает в любимом хобби. Ходит в лес за грибами, собирает бруснику, занимается дачей. А прожитые жизни напоминают фотографии с самыми дорогими и близкими. Детьми, внуками, правнуками и собакой-капой, которая получила прозвище в честь любимого лакомства – капусты. Саровчане могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проектов по решению социально значимых проблем общества. Свою идею им необходимо представить на областной конкурс, который проводит общественная организация содействия социальному развитию служения «Некст». Подробности расскажем в следующем репортаже. В Сарове стартует прием заявок на пилотный конкурс проектов «Солидарные сообщества». Его проводит Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию служения «Некст» по инициативе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проекты, нацелены на решение социально значимых проблем и определение точек роста, будут создавать в трех регионах – Архангельской, Нижегородской областях и Пермском крае. Конкурс будет проводить в два этапа. На первом этапе будут отобраны наиболее интересные проекты и экспертная группа будет дорабатывать эти проекты вместе с создателями до проектов, которые будут участвовать в полуфинале конкурса. На втором этапе сформируют бюджет, необходимый для реализации отобранных проектов. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, инициативные группы, а также государственные и муниципальные учреждения. В отборе проектов будут принимать участие эксперты, которые будут давать советы для участников этого конкурса. И победители конкурса получат не только рекомендации экспертов, но и ресурсное обеспечение на реализацию своих проектов в размере до 500 тысяч рублей. Положение конкурса размещено на сайте www.sonkodefisnn.ru Заявки принимают в электронном формате до 15 февраля включительно. Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 7999-120-1465. Завершено действие моратории на штрафы и пене за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Эта мера действовала до конца прошлого года. В качестве поддержки граждан, потерявших доход из-за распространения коронавируса. Теперь вернулись прежние правила. Согласно им, с 31-го дня просрочки оплаты ЖКХ жителям начисляют пене. Отчет просрочки начинается с 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ГИБДД Сарова проверит техническое состояние автотранспорта. Причиной послужило возросшее количество машин, которые не отвечают требованиям безопасности. Рейды безопасный автомобиль пройдут на дорогах города до 5 февраля. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят внесению изменений в конструкцию, тонировке стекол машин и проверят другие неисправности, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Вечер военного кино пройдет в художественной галерее 28 января. В 18 часов саровчанам представят премьеру анимационного альманаха «Блокадные судьбы» и художественный фильм «Ржев» о событиях 1942 года под Ржевом для лет старше 12 лет. Кинопоказ бесплатный, но в зал попадут только 58 зрителей в соответствии с санитарными нормами. Все посетители должны быть в масках. Дополнительные сеансы военного кино пройдут в субботу, 30 января, в программе «Суббота» в художественной галерее. Альманах «Блокадные судьбы» покажет в 11, фильм «Ржев» в 13 часов. Контактный телефон для бронемест 702-87. Призер Олимпийских игр Анастасия Седова пропустит Кубок мира по лыжным гонкам в этом сезоне. Как рассказала спортсменка в своем аккаунте в Инстаграм, выступать на международном уровне она не сможет по состоянию здоровья. У всех профессиональных спортсменов есть травмы, и о не исключении совсем недавно одна из них проснулась. Поэтому в ближайшее время мне предстоит операция. «Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и я смогу принять участие в чемпионате страны», – написала Анастасия Седова. Число новых заражений коронавирусом в России продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране выявили 17 741 новые случаи заражения. Из них в Нижегородской области 474. В Сарове за день заболели 7 человек, при этом выздоровели 316 горожан. Принимая во внимание статистику, власти в регионах начали ослаблять введенные ранее ограничения. В Петербурге после более двухмесячного перерыва возобновили работу учреждения дополнительного образования. Мэрия Москвы отменила запрет на работу клубов, баров и ресторанов ночью. Ранее заведения не могли принимать посетителей с 11 часов вечера до 6 часов утра. Требования по рассадке и другие санитарные предписания Роспотребнадзора для общепита остаются в силе. Перевод 30% сотрудников столичных предприятий на удаленку теперь становится рекомендацией. При этом в силе остается требование онлайн-режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 30 января хоккейный клуб «Саров» проведет первый домашний матч в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд. После серии игр на выезде наша команда занимает пятое, последнее место турнирной таблицы. Но к домашнему матчу хоккеисты хотят подойти во всеоружии и настраиваются на победу. В этом сезоне в чемпионате области участвуют пять команд. Саровчане отыграли встречи первого круга на выезде. Все закончились поражением. По словам Сергея Макеичева, сказался недостаток финансирования и тренировок во время пандемии. Автобусы суточные, арена, предоставляют лед, предоставляют раздевалку. Это большое спасибо, что не бросают. Но ни клюжек, ни формы, ничего нет. Может где-то подустали, может пандемия сказывается. Ну, я думаю, сейчас там все команды выходят в плей-офф, Ватч играет не за отчет, а все четыре команды выходят в плей-офф. И приблизительно все одинаковые. То есть нет такого, что нас там разорвали. То есть где-то в одну шайбу, где-то в две проиграли. Первую игру второго круга ХК Саров сыграет со Спартой дома 30 января в 12.00. А 6 февраля примет Кстова. К встрече с ватчинской командой наши хоккеисты готовятся особенно. Очень хорошая команда. Там люди, поигравшие в ЭХЛ и КХЛ, и там и Азиатская лига. Люди закончили. Там есть человек, который бредит хоккеем, хорошие деньги платит. Поэтому там как бы вся элита Нижегородской области. Но, тем не менее, они в те выходные проиграли Таншаева. Если на выезде рассчитывать на поддержку болельщиков не приходилось и раньше, то на домашних играх их отсутствие особенно ощутимо. Спортсмены надеются на то, что скоро ограничения слабнут и на трибуны можно будет попасть хотя бы части зрителей. Уважаемые болельщики, уважаемые саровчане, приглашаем всех посмотреть прямую трансляцию на Ютубе и в группе канала 16 ВКонтакте. Нашу прямую трансляцию – игру «Свачи». Будем очень рады. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. За окном показ угробы, тем не менее, дачники уже готовятся к летнему сезону. После нескольких месяцев отдыха опытные садоводы начинают высаживать семена и закупают инвентарь. Подобрать все необходимое для дачного сезона горожане могут в магазине «Мой дом». Хозяйственная лавка «Мой дом» на Ленина-25 – настоящая находка для покупателя. Устали тратить время и нервы на поиски, казалось бы, самых обыденных вещей? Мечтаете о месте, где можно купить все и сразу? Тогда вам точно сюда. В ассортименте хозяйственной лавки есть все, что только может прийти на ум при слове «дом» или «дача». Первое, что встречает клиента на входе – товары для садоводства. За окном еще зима, но уже сейчас саропчане могут запастись всем необходимым для богатого урожая. Наличие у нас семена различных цветов, овощей. Также у нас есть торфяные таблеточки в землю, большой ассортимент удобрений, горшочки и для посадки семян формочки. Мы учитываем пожелания всех клиентов, нам можно записать свои пожелания, оставить номер телефона и в ближайшие 10 дней мы можем провести семена на закат. Хотите, чтобы загородный участок всегда радовал глаз и создавал уютное настроение? Тогда присмотритесь к этим фигурам. Грациозные львы, воркующие голуби, старички домовые и другие знакомые всем персонажи превратят ваше имение в сказочный сад. Ну и, конечно, в магазине «Мой дом» не забыли о главных спутниках дачного отдыха – бане и барбекю. Товары для этих целей не теряют актуальности в любое время года. Для бани у нас представлены шайки, ковши, мочалки, а также масла. Для активного отдыха у нас имеются шампуры, электроплиты, решетки, мангалы и средства для разжигания. Приближаются праздники, день рождения или другая памятная дата. А вы даже не представляете, что преподнести родным, близким и друзьям? Не ломайте голову. В магазине «Мой дом» уже обо всем позаботились. Консультанты с радостью предложат подарочные наборы на любой случай. Из подарочной продукции у нас представлены прекрасные наборы на любой праздник, как мужские, так и женские. Есть наборы полотенец для бабушек, для мам. Также есть наборы к Пасхе. Вместе из нашего города у нас представлены шкатулки разнообразные, а также букеты цветов. Оправдывая свое название, хозяйственная лавка предлагает широкий ассортимент товаров повседневного пользования. От бытовой химии и средств личной гигиены до швабры и салфеток. Отдельное место в торговом зале занимает кухонная утварь. Сталь, фарфор, стекло. Кроме того, чтобы стать практичным приобретением, блюдо для сервировки еще и украсит любой стол. Из кухонного ассортимента у нас представлены различные наборы посуды. Есть кастрюли, электрические и обычные чайники. Также есть различные скатерти и столовые принадлежности. В магазине «Мой дом» считает, что каждый клиент заслуживает индивидуального подхода. И неважно, зачем именно он пришел. Сотрудники лавки помогут выбрать именно то, что нужно вам. А если необходимые вещи нет в наличии, возьмут на себя заботу о том, чтобы ее отыскать. Даже если это мотоцикл. Если вас интересует какой-то конкретный товар, вы можете обратиться к любому продавцу-консультанту. Если товара нет в наличии, вы можете заказать его также у нас. Через некоторое время товар прибудет в магазин. Но по желанию клиента мы можем доставить его и до дома. Хозяйственная лавка «Мой дом» работает по адресу Ленина, 25, ежедневно с 9 утра. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. 30 и 31 января там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На «Ямарке» есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. На «Ямарке» медовой феерии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце 30 и 31 января с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей!